Центральный сибирский заповедник В 1986 году Центральный сибирскому заповеднику был присвоен статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Уникальность заповедника заключается в том, что левобережье Енисея, левобережная часть заповедника, низинная, это типично западно-сибирская низменность с болотами, с сосновыми ленточными морами. И правобережье это постепенно уход на восточно-сибирское Нагорье, троповые скалы, выходы магматических пород с большими наносами древних морей. На границе с заповедником живут староверы в поселке Качумдек. Они сохранили традиции предков. Питаются только тем, что вырастили. Не смотрят телевизор, мало общаются с внешним миром. Однако гостей заповедника встречают радушно. Один из местных жителей работает в заповеднике. В поселке Суламай по соседству с заповедником живет народ Кито. Красноярский край практически единственное место на земле, где сохранилось поселение кетов. Несколько десятков человек. Их происхождение загадка. Существуют десятки версий. Например, что они предки североамериканских индейцев. Изо всех сил они стараются сохранить уникальную культуру. В самом заповеднике на берегах реки Столбовая можно найти останки древних окаменелостей. Кораллы, моллюски, которые жили на этой территории примерно 440 миллионов лет назад. Тогда на территории современного Красноярского края плескалось море. По этим окаменелостям можно сказать, что территория, которая имеет вот эти органические остатки ископаемые, некогда была отдельным континентом. И этот континент Ангарида, древний континент Ангарида, это не что иное, как сибирская платформа. Посетить Центрально-Сибирский заповедник может любой желающий. Сейчас активно развивается познавательный экологический туризм. Для путешествий по заповеднику созданы все условия. Продолжение следует...